Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Если ты не подписан, обязательно подпишись, чтобы я знала, что тебе интересны такие видео. Также не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Ну а сегодня я расскажу о некоторых способах, которые помогут освежить именно твой гардероб. Тотальная ревизия шкафов и комодов это очень скучное и нудное дело, которое не каждый любит. Но для этого вам нужно просто настроиться, найти время и начать. Тренды цикличны и поэтому за несколько лет, которые у вас собирались вещи в вашем шкафу, можно собрать очень универсальный и умный гардероб, который поможет вам не просто открыть шкаф и рыться и искать в надежде то, что вам понравится, а просто открыть шкаф и понимать, что вот это, вот это и вот это вы можете одевать хоть каждый день. На работу, на учебу или даже вечером на свидание очень легко и просто. За несколько минут, ну не минут, это конечно я уже перегнула, ну буквально за 20 минут вы сможете собрать себе отличный лук. И самое первое, что вам нужно сделать, это открыть шкаф и сделать уборку. Во-первых, вы должны убрать те вещи, которые вам не нужны. Например, если вы вещи не носили больше года, то вы должны сами понимать, что они вам не интересны и они уже как бы не фавориты вашего гардероба. Вы должны понимать, что эти вещи просто занимают место. И вам нужно достать те вещи, которые вам не нужны, а дать или сестрам, или на благотворительность, или просто отдать тем людям, которые нуждаются в этом. Также попробуйте с тех вещей, которые у вас останутся, создать луки, с которыми у вас получится выходить на улицу на свидание, или просто пойти в магазин, также сходить с парнем погулять в парк. У вас должны быть определенные луки, которые будут импонировать вам. Ведь мода меняется постоянно. И то, что вы носили несколько лет назад и вам это очень сильно нравилось, сейчас вам это может быть даже и не нравится. Поэтому вы должны все это пересмотреть и разложить по полочкам. И проведя ревизию шкафа, вы можете просто найти неожиданные вещи, которые могут вам создать новые образы в вашем гардеробе. Ведь если очень много вещей, могут потеряться такие вещи, о которых вы даже просто забыли. Второе, что вам нужно сделать, это определить цвет вашего гардероба. Вы должны добавить в свой гардероб более ярких оттенков. Может быть даже просто белого, голубого. То есть те оттенки, которые не достаются вашему гардеробу. Потому что вы сможете потом, когда будете создавать лук, вы увидите себя со стороны по-новому. И посмотрев тренды, вы легко можете понять, какие цвета актуальны в этом сезоне. Если вы, например, не разбираетесь и не понимаете, или вы еще не успели. У меня есть на странице также видео о модных цветах. Вы можете перейти по ссылке внизу под видео и посмотреть. Также не забывайте подбирать те цвета, которые подойдут вам. Потому что если вы будете брать, например, красное платье или красный пиджак, он вам совсем не идет, то лучше такого не делать. Следующее, что очень может изменить ваш образ и, так сказать, создать новый гардероб, это, конечно же, аксессуары. Они тоже должны присутствовать в вашем гардеробе. Так как без них никуда. Они очень хорошо разбавляют ваш стиль и разбавляют ваш конкретный образ. Поэтому у вас должно быть минимальное количество тех определенных аксессуаров, которые будут дополнять ваш образ. Это может быть и бижутерия, и очки, и сумки. В принципе, все, что угодно, что вам нравится. Также, если вы захотите докупить новый себе аксессуар, вы должны понимать и представлять, что этот аксессуар должен подходить как минимум к четырем образом. Если вы его купите, и он не будет никуда подходить, он просто у вас будет лежать. И вы просто потратите деньги ни на что. Поэтому перед тем, как покупать, лучше подумайте, стоит ли покупать этот аксессуар или нет. Чтобы не было такого, что вы купили, принесли домой, а получилось так, что оно подходит только, например, к вашему кожаному плащу или к джинсам. И оно просто у вас будет лежать и без дела. И это опять нахламляется новый, так сказать, гардероб, который придется снова же перебирать. Да, я знаю, картинка немного поменялась задний фон, но мне пришлось пересесть, потому что мне светило солнце прямо в лицо. И следующее, о чем я хочу вам рассказать, это, конечно же, базовый гардероб. Главный секрет базового гардероба, это, конечно же, секрет его универсальности. Потому что, если у вас будут присутствовать вещи с базовой линейки, например, даже элементарно белая футболка, вы сможете ее одеть абсолютно под любой образ и абсолютно под любую обувь. Если у вас будут присутствовать вещи с базы, вам будет намного проще создавать луки, так как вы сможете обычные вещи, которым вы привыкли, например, сочетать с базовыми вещами, у вас будут получаться совсем новые образы. И если вы еще будете добавлять новые какие-то трендовые аксессуары, вы просто будете на высоте. Поэтому я вам очень советую добавить базу в ваш гардероб. Если вам интересно, что такое базовый гардероб, как его создавать, что делать, с чего начинать, пишите мне в комментарии. Я могу для вас снять такое видео и рассказать, что входит в базу, что не входит, для чего она и с чем сочетать эти вещи. Поэтому жду ваших комментариев, ну, а мы продолжим. Еще что я вам хотела посоветовать, это, конечно же, добавить в свой гардероб вещи оверсайз. Оверсайз, для тех, кто не знает, это вещи с мужского плеча, так как они сейчас в тренде, и они уже в тренде несколько лет, и не скоро они выйдут, поэтому я рекомендую вам добавить, например, верхнюю одежду на 2-3 размера больше, спортивные худи, те же самые джинсовые курточки, в принципе, все, что вам нравится. Вы должны понимать, что оверсайз, это на данный момент, это очень стильно и трендово. Также идеи образа вы можете подсматривать в мужских отделах магазина. Вы можете прийти даже, купить себе мужскую рубашку, и одеть ее со своими обычными джинсами. Вы будете очень смотреться стильно и классно. Также, что я вам хочу посоветовать, это добавить немного принта. Вы можете купить себе новое платье, футболки, сарафаны, с каким-то ярким принтом, например, те, которые сейчас тоже в тренде, в хороших, в цветочек, в принципе, любой принт, который подойдет вам и который понравится вам. Когда вы добавите принт в свой гардероб, ваш гардероб просто освежится. Вы будете понимать, что это именно то, чего вам не хватало. Вы можете принты сочетать с обычными базовыми вещами, о которых я говорила ранее. Вы должны понимать, что вы не можете каждый день носить белое, или черное, или серое. Вы должны вырваться с этой петли и начать экспериментировать над своим образом и пробовать что-то новенькое, которое будет подходить вам. Когда вы понемногу начнете менять свой гардероб, вы поймете, что вам нравится, что вам подходит, что вам не подходит. То есть это все вы должны проделать с собой и со своими образами. Я, девочки, надеюсь, что эти советы вам будут полезны. И я всем рекомендую просто заняться своим гардеробом, почистить его, проверить, померять даже, потому что может быть такое, что эти вещи вам уже не нравятся, как на вас сидят. Одевайте то, что вам нравится. И я желаю всем удачи в ревизии своего гардероба. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. И я рада, что вы посмотрели это видео. Поэтому также не забывайте подписаться, кто впервые на моем канале. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро. С вами была Аня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok